Всем кусь, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать обратно в Рейнворлд. Не знаю, как вы, я безумно ждал записи этой игрушки, не знаю, почему мне прям дико хотелось уже пойти и отправиться дальше. Не хватило мне прошлого раза. Так, я беру себе сразу же, наверное, здесь камень, как будто у меня есть был, да? Так, всё. И поползли дальше. В прошлый раз далеко я смог забраться, но, ага, у меня здесь ящер опять. Стой, дожди, возьми копьё. Держите. Ох, блин. Так, господи. Промазал. Ешь, твой налево. Нехорошо получилось, откровенно говоря. Так, я пошёл обратно. Я хочу с ним разобраться, я хочу взять с собой вот эту прилипало одну. Так, я возьму с собой вот это. Съем. Сразу же. Фрукты у нас здесь восстановились, опять же, я не до конца понял этого момента в прошлый раз. Но я не против. Так, написали мне некоторые моменты касаемо и вот этих наших паразитов, как я их назвал, чтобы я попробовал с ними взять их в руку и попрыгать вместе с ними. Так, давайте здесь, наверное, еду тоже заберём сразу же, потому что мне нужна будет еда, когда мы придём в убежище. Убежище теперь я знаю где. В прошлый раз, когда я карту в конце забега показывал, когда я уже думал, что всё, я никуда не приду. Так, а стоп, давайте с собой растение возьмём всё-таки. Мне объяснили насчёт вот этих существ, что, оказывается, я могу их взять в руку и двойным... Ой, жесть какая-то. Я могу ими вот так вот притягиваться. Вопрос, насколько далеко они работают, я не до конца понимаю. Как Человек-паук, конечно, не получится действовать, но, кстати говоря, здесь можно, получается, залезать в некоторые такие места. Этим, конечно, надо ещё владеть. Мне писали, что, мол, попробуй их выкинуть, то есть нажать как обычными камнями, то есть вниз нажимаешь и отпускаешь. А, реально отпускается. Блин, я в прошлый раз, мне казалось, я нажимала это, но у меня, мол, не получалось. Мне так казалось. Ну ладно, возможно, что я что-то перепутал тогда. Вот молодец. Мне писали, что долгоногие, да. Что их боятся все существа. Они сжирают просто всё. Могут съесть. Я возьму себе копьё в руку. Они слепые. Но ориентируются на слух постоянно. Когда мы ползаем вот так, мы практически звука не издаём. Когда мы ходим, мы издаём много звука. Также мы много звука издаём, когда... падаем. Тихо-тихо-тихо. Господи. Я упал. Хотел дальше пройти, вообще вернулся в итоге назад. Хорошее начало. Так, а что мне теперь с ним будет сделать? Я могу попробовать как-то его вот сюда притащить, может быть. Ну, у меня есть только копьё с собой. Я небольшой звук копьём издал. Нет, он отошёл, уже отполз. То есть, его надо отвлекать всякими объектами, предметами. Как раз таки вот эта крапива, она издаёт чисто звук. Она такая, как шумка. Не знаю. Она может оглушить. Я пытался её пользовать, чтобы отпугнуть кого-то. А можно её использовать, чтобы отвлечь как раз таки. В идеале, наверное. Так, хорошо. Наверное, надо ползти пытаться иногда. Господи, да встань ты нормально, пожалуйста. А у меня есть плохие ощущения, что сейчас в этот... В этот день я нихрена уже не успею сделать. Потому что времени прошло треть суток. Может быть, знаете, что я бы сейчас? Немножечко попрактиковался бы в попытках. Ну, вот этих вот с этими существами. То есть, это не паразиты всё-таки. Их можно активно вполне себе полезно использовать. Именно двойной прыжок надо нажимать. Оп. Во-во-во. Окей, я понял. Один раз нажимаю, я отпускаю. Второй раз нажимаю, я обратно притягиваюсь. Оп. С ними можно залезть вообще куда угодно, получается. Стоп, это же вообще жесть какая-то. С ними реально можно очень далеко куда угодно залазить просто. Они не писали, что типа там... Знакомься с одной из самых сломанных механик в игре. Так, это я отпускаю. Опа. Охренеть. Слизнякосия... Слизнякосия, да. Слизнякотик. Человек-паук просто. Слизняк-паук. Так, давайте я, наверное, переночую. Я примерно их действия в принципе понял, как они работают. Траву я возьму с собой. Чтобы потом ею отвлечь. Я не знаю, он у меня останется здесь. Это пиявка. Я не знаю, шелкопряд вроде бы её назвали вот так. Или он исчезнет. Я пытался в прошлый раз пожрать. Думал, что он ко мне притянулся и не отпускает, мол, сковывает мне движение. На самом деле, его можно очень полезно для персонажа использовать. Всё совершенно по-другому оказалось. Кстати говоря, я могу его использовать даже из второй руки в том числе. Удобно. Так, а вот то, что у меня здесь ящер этот... Так, давайте-ка сюда пойдём и постараемся в этот раз более-менее адекватно проскочить мимо. Давайте сделаем вот так. Оп, стоп. Я специально попытался здесь попрыгать, чтобы он сюда пришёл на звук. Блин. Серьёзно? Нет, всё нормально. Я вот не знаю, насколько много звука я издаю, когда ползу по трубам вот так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Видите, я только двинулся, сразу ко мне пошёл. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, хорошо. Так, отпускаемся, летим дальше. То есть здесь есть такой параметр, что разные действия издают разный уровень шума. И это очень важно сейчас. Когда я так ползу, я издаю его минимум. Чё, блин, нахрен сейчас было? Я не понял, стоп. Это что? Чё произошло с ним? Чё, я не убила? Может, я зря взял этого паразита, по-моему? Было ощущение, как будто бы меня сплющило как-то очень странно. И лагом каким-то дёрнуло в сторону. И разбило об стенку. Выглядело это очень странно. Давайте так сделаем. Оставим эту штуку здесь, камень возьмём с собой. Я камень взял в руку или я его... А он далеко. У меня камень в руках есть, да. Как бы меня так, оп, отпустили. Так, поползли. О, кстати, есть растение. Всё, тихонько-тихонько. Правда, времени немного тратится. В прошлый раз я нашёл убежище, оно было по карте в таком за жопе вообще. Карту у меня, кстати говоря, отображать даже та, которая, да, даже здесь. Он у меня был убежище, было вот вон убежище. То есть я почти до него добрался в прошлый раз. Оп, 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 оп. Господи. Тихо-тихо-тихо. Я в ту сторону кинул эту штуку. То есть на карте у меня отобразилось убежище, хоть я до него не дошёл сам на самом деле. Ух. Всё. Так, сюда сваливаем. И тут меня встречает следующий. Его тоже надо как-то отвлекать. А у меня нечем. Если я иду, я не могу ползти сейчас, да? У меня не получается особо. Значит так, получается, но корявенько. Просто как только я начну идти, я так понимаю, что он меня услышит. Если я перепрыгиваю со штуки на штуку, я не уверен, много ли я звука издаю. Они полностью слепые, они, получается, там такие волны запускали. Я предполагаю, что у них типа эхолокатор может быть. А хотя, типа так они определяют... А хотя, блин, стоп. Не уверен, как они не анализируются. У меня просто было предположение на эхолокацию, что они запускают волны, и из-за этого реагируют по-разному. Если я кину, допустим, как мне просто кинуть бы так? Я пошумел с этой стороны. Он сюда пойдет, да? Он попался туда. Хорошо. Как мне его теперь обойти? Вопрос здесь. Я мог бы попробовать ему отдать. О, нет! Нет, 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 нет! Боже, какие они страшные! Я думал попытаться скормить ему эту гусеницу мою. Так, ладно, основная проблема пока что пройти через тех, с которыми особо не разменешься. Если с этим еще более-менее как-то понятно, и плюс еще действовать надо быстро. У меня есть вариант пойти сейчас не к тому убежищу, потому что идти мне надо очень далеко, через пачку желтых ящеров. Мне потом писали, типа, в конце, что мало хранить, я там мансовал, я даже не обратил на это внимание. Ну да, там прям целая куча желтых этих было. Я мимо всех так красиво проскакивал вообще. Так, а в каком мне арке что? Так, помните, как мы с нами. Я не уверен, насколько далеко он услышит эту крапиву. По-моему, он ее не услышал все-таки с такого расстояния. У меня ощущение. Да, скорее всего, надо все-таки... Блин, много времени тратится здесь. У меня есть вариант там, где я пошел в прошлый раз налево, зайдя в логово желтых ящеров. Пойти в этот раз в другую сторону. Пойти вправо. Туда, куда мне не позволил в прошлый раз пройти долгонок вот этот. Синий. Поэтому я сначала туда схожу. У меня есть предложение, что там может быть как раз-таки просто убежище ближайшее. А то, до которого я в прошлый раз практически дошел, остановился, думаю, что у меня уже время закончилось, но решил хотя бы карту посмотреть. Оно, возможно, следующее именно. Так, аккуратно, хорошо. Как я там разбился, конечно, я не врубился абсолютно. Ух ты, блин, чуть не достал. Так, у меня камень в руке есть. Тут еще один запасной есть, если что. Жопой вперед, как всегда залазим. Что делать? Вот как его тут обойти, просто я вообще не представляю. Я бы, я понимаю, да, что его можно откинуть, отманить. А куда его отманить? Кстати, я здесь могу не спуститься. А нет, не могу. Охренеть. Это было пустое место. Он у меня все еще здесь находится. О, куда-то свалил резко. Было предположение в прошлом, что они действительно могут быть, может быть, по этим тоннелям тоже могут перемещаться, потому что в прошлый раз, когда он у меня резко исчез, один из таких долгоногов, там что-то ко мне в тоннель пробиралось обратно. Я даже не знаю. Значит, это просто как они в них помещаются. И плюс еще в тоннелях мне казалось, что отображается по цвету, какого цвета к себе создание лезет. А там была белая, хоть длина ног сам по себе синий. Ага, он сюда упал. Столи он так быстро уползает? Хотя мне не казалось, что они настолько быстро двигаются, то ли это другой. А тот куда-то уже ушел. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Тут, по крайней мере, его обойти, этого можно нормально. Он меня услышал или нет? Но он пытается именно сюда, видите, залезть туда. Хоть как-то. Аккуратно-аккуратно. Не шумим. Очень интересные, конечно, такие детали в игре проработаны, с этим шумом. Монстры такие уникальные. Я дошел туда, куда надо было. Так, здесь только копье надо будет. Копье. А, ну можно с тверей попытаться еще вот этими, конечно. Копья у меня есть, собственно, нет. По-моему. В этот раз. А куда мне им? Я просто, я могу притянуться, но я не могу. Я могу повиснуть, но я не могу притянуться, точнее, вот так. И что мне это даст? Вот я, 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 я держусь. И все, как бы. Больше я ничего не могу сделать с этим. В прошлые разы у меня копье было... Ох ты, блин. Я копье нашел. Копье у меня было там где-то справа. Вот как раз таки... Падение много шума и привносит, как мне и сказали, да. Так, я пока его не вижу, надеюсь, что он из-за экрана на меня не, не застанет меня все-таки. Вроде не настиг. Я не в ту сторону выкинул. Какого хрена? Вот типа, вот как здесь преодолевать это надо место без копья? Это ж не должно быть так. Что место просто тупиковое, если у тебя нет расходника, который может здесь и не спавниться. Мне приходится просто в самое днище куда-то спрыгивать, надеяться, что... То есть копье есть? Но я сейчас едва ли успею хоть что-то сделать. Плюс я шуму создал целую кучу. Он сейчас сюда как ползет. Не пополз пока что. Надо было с другого, наверное, шестая этого, пытаться копье воткнуть. У меня есть надежда на то, что... Тихо. Тихо, ребят, не дышите. Охренеть. Тихо, тихо, тихо. Пал чуть-чуть. С другого шеста надолго, потому что с этого было, конечно, неудобно. Во, наконец-то. Все, отсюда я уже запрыгнуть смогу. Надо два камня с собой взять, наверное, да? Так, у меня по дороге есть еда. В принципе, если убежище будет, конечно, в той зоне справа, то я туда успеваю. Если там не будет длиннонуга, опять же. Если его там не будет, то, по крайней мере, мы туда разведаемся, я буду знать, что, наверное, мне в другое тогда место в первую очередь стоит идти. Сейчас, конечно, карма у меня... Чуть не упал. Капец-то было близко. Здесь можно легко свалиться, конечно, тоже очень много мест таких опасных. Где можно чуть-чуть не добраться, не достать, и все равно придется допрыгивать. Так, окей, в этот раз длинноногая я здесь, по крайней мере, не вижу. Так, вот это не фон, надеюсь? Да, это не фон, хорошо. В прошлый раз я в одном месте думаю, что этот фон упал, так. Ну, давай убежище, тащи, пожалуйста. Нет убежища. Тут какой-то тоннель, как будто бы у меня будет переходить в другую локацию. А, есть убежище! Все. Отлично. Главное, чтобы до него можно было нормально добраться, и вроде как... Не понял. А я здесь достану так вообще? Я вижу, что там справа вот эти колокольчики у меня отзвечал к убежищу. Блин, ну в смысле, а как? Копья-то нет по дороге, нигде не было. Я понимаю, что в этом месте вроде как можно залезть, но, блин, я не понимаю, как это по управлению делается. Есть. У-у-у, хорошо. Это было зря, конечно. Так, у меня еды достаточно, все. Я не буду охотиться за остальное, мы попереночуем просто здесь. Сохранились, наконец. Все-таки продвинулся дальше. Да, здесь все-таки было убежище, а я пошел в другое, и я, получается, через одно прошелся. И почти добежал, причем. ну ладно еще не объяснишься все таки мы реально когда даже на написали надпись что мы мертвы к не мертвы точнее то что нам тип морды и стартануть можно что мол я жив до тех пор пока меня не внесли в убежище принцип ну и по глазам можно определять по глазам я нихрена не вижу потому что там кто не видно то еще что такое ну то есть реально я могу еще выжить если меня даже уже уволоку волокли только но если меня стыдно поделит например хищники какие-нибудь без вопросов неудачное расположение фрукта конечно но и попытка восстановить один голода для меня закончилась смерть отдельный ну ладно зато фрукте сохранился да и я сейчас себе карму немножечко голода пополню это с собой тоже берем я беру себе наверно копье эту штуку уберем тоже не знаю для чего мне что за песочница и так далее либо это мне потом пригодится либо что-то поищу либо денег утрешим не помню уже там точно лишь писали что некоторые вот эти вот штучки цветы которые дают предмет для песочницы они мол недоступны нам для обычного прохождения по доступными на хищники например то есть вот такое есть еще поэтому прошлый раз на локации которая где были птицы ножницы я не мог улыбал и не услышал стопать не прогреть я постарался пошуметь окей и теперь иду сюда аккуратненько другой а что здесь залазить очень удобно получится на чтоб он дальше отсюда отошел хорошо хорошо у него здоровья много вроде как можно пощупальцем бить может они тогда меня отпустят на некоторое время что-нибудь в этом духе залез отлично все без проблем теперь желтые желтые эти самые как его ящеры они вроде не особо опасные но в то же время их много их прям стадо здесь но если у меня есть чем их оглушить то может пройти мимо другое дело что вообще окей я не против прошлый раз мне есть от них прям люто монсовать приходилось прям идеально по таймингам я с ними расходился в тоннелях в этих прям очень хорошо не смогли они меня зажать со всех сторон но все равно и не добежал до убежища в общем то когда меня хватаю то есть я не сказал что меня могу я все-таки выжить еще я понял но другое дело что только один раз за все и меня по-моему попытались поделить два хищника это все равно там или типа один отпустил другой сразу взял мы спасти прямо вытащили не скажу что такие ситуации часто возникают и часто я могу спастись случае того что меня так поймали папа ух ни хрена их там елы-палы нет вниз три штуки в одной точке вы серьезно охренеть просто их туда запихала обидно даже немного блин мог ведь там хорошо пройти я пытался вылезти этот который один остался я пытался его оглушить но у меня выкинулась все это не туда куда я планировал совершенно не туда так я не знаю не засчитал то что я тут взял надо считал уже надо это по новой подбирать не надо здесь я даже типа помер также мне писали насчет копья например что копье может все таки помочь мне с хищником если он преграждает мне дорогу если я попадаю копьем то существу собственно корчится от боли она отпускает например стены то есть я белую саламандру например мог прошлый раз ударить копьем и она бы отпустилась я про нее через нее мог пытаться спокойно пройтись и попытаться и вовсе скинуть например пропасть таким способом отделом то же самое нет куда ты меня поймал ты нахрен ты чего наделал ну обалдеть блин я же тебе сейчас блин я же тебе сейчас так не стух все хорошо тихо 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 офигеть вот это было сейчас подстава конечно неприятное так я на разму себе в руку копье тогда и мне кажется что мне этот червяка нужно делал мне хотя он меня может спасти конечно откуда-то он не может спасти чтоб я зацепился вот так другое дело что пользоваться им грамотно и не получится но в той ситуации где я лякнулся прошлый раз он у меня там мог спасти но мне нужно два предмета чтобы оглушать нормально в идеале и копье конечно интересно в этом плане работать то есть можно так скидывать хищника даже не так что просто на время оглушить про копье как-то в таком контексте я честно не задумывался не замечал что так работает так сейчас мы как вот опять же на толпу хищников желтых наткнемся будет неприятно они прям таким типа стадом охотятся то есть если предыдущие вот не помню зеленые зелеными дружили например по цветам они как-то или нет блин имба какая чтобы я куда зачем что за что желтая такая . это ж не это его убежище блин какая-нибудь эта штука вообще обалдеть где я ухо пец вот это здесь мне не повезло окей я ушел здесь он до меня не достанет на ух нет может достать главное не ряпаться слишком сильно как бы у меня есть ухватиться так вообще даже если как он сюда попался надо было сразу двигаться у меня времени еще времени над валом у меня есть вариант попробовать не спешить сейчас вот так пошуметь я здесь я беру себе камень руку ухак я прослушайте не знаю это механика вроде прикольная штука такая но очень какая-то очень много всего позволяет прямо эти черви шелкопряда дали как-то породительная прошлых раз вообще назвал прямо безумно полезные так обходим и побежали вниз я не знаю не могут по фону бегать или нет зря здесь фон видите они не пробируются не везде в любом случае так у меня мне казалось что здесь именно сверху убежище надеюсь вы не пошли то что меня то есть там как-то лево вверх я надеюсь что из этой комнаты выход будет блин а может и нет это эктоплазма кстати по моему давить ее можно кушать по моему есть насколько помню там есть и грибочки кстати убежище слева возможно все таки было давайте сюда пробежимся пока не до конца понимаю что у меня сейчас руках что именно дать нара присмотрим все таки так меня камень все правильно да где а где убежище стоп как ним попасть наверх что ли надо еще как они работают и вот а как у меня здесь а в принципе мне не обязательно идти потом по тому тоннеле я могу здесь пробежаться офигеть не знаю я на достаточно трудно ими пользоваться на самом деле как убежище достать до того я думал я сейчас легчайше найду дорогу у меня не получается я чуть не упав так я возвращаюсь обратно я все-таки пойду в ту сторону то что я не знаю мне здесь не нравится я везде где есть потолок могу просто пойти ну что-то на меня куда-то ведет да нет это это логово просто судя по всему счета скоро у меня есть начнется начнется капец так эти два тоннеля соединены то есть они меня никуда не приведут истинно так развернуть пожалуйста я надеюсь что все таки где-то здесь будет проход вниз куда-то убежит и добраться я думал что я тут так немножечко не дошел мне было дико обидно когда не обратили внимание что мне было на карте видно убежище уже здесь сейчас я понимаю что вряд ли я все таки до него достал бы возможно что отсюда как-то надо вниз но не факт стоп 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 вниз до показано видите значок справа убежище внизу окей спускаемся где ну а возможно вот в этом тоннеле на которой я по-другому сейчас бы не попал да офигеть как его здесь заныкали но я все-таки его нашел прикольно что там было обозначение даже того что здесь есть убежище недалеко от это место есть эктоплазма который я могу даже подкрепить спокойно это тоже надо будет учесть соответственно так еще из того что мне писали то что у меня есть было как-то раз написано чем-то типа драконоборец мне пояснили за что мне дают этот вот не знаю ачивку путь ачивки это за победу над разными типами ящеров вот что-то из этого типа там вот беленькая у меня появилась где-то слева сверху что ли это ображается которая уверена за разные виды убийства надо все виды этих ящериц победить мне дают туда драконоборец этот так мы находимся в получается как показывает свече стиль вам в ней мне писали что я могу очень подвес то ли в подвесе то ли не в нем то ли в опоре мне писали что я могу очень долго буду плутать а это законно вообще да я могу забираться по вертикальной стене просто по вертикальной стене вообще только у него полу какой-то то ли откат историю что-то в этом духе я не знаю господи с пути как ты я куда-то тут а есть иди который другого цвета достал я хотел за это плазма изгонять но там другое дело там ящер этот находится нет не очень нравится можно пойти конечно здесь налево про продвинуться хоть и нужна ли мне эта плазма сейчас чтобы подкрепиться с ящером я могу просто попытаться звонить сюда и потом кинуть него камень и сбить его даже всем ползать по текстурам это не факт что ползает я здесь он у меня смотрит и понимает что на тебе блин не схватил обратно я думал что может он сползет сейчас свалится оглушенный но не получилось вместе копье и слева кстати говоря так давайте что лишь здесь есть наверх тоже какие-то проходы мы можешь за забраться спокойно драть сначала эту сторону пройдем а стоп я хотел сказать поугарать мол полезные тоннели ну как-то да так и тут по-другому не залезешь так я пойду вот в этот второй мне наверх был еще кто плазма есть отлично покушаем есть грибочки которые немного повышают нашу дальность прыжков но наверное я ими сейчас пользоваться вряд ли буду потому что они немного глюки на глюки тебе запускают не так удобно все таки управлять есть и фрукты здесь как вот это место спокойнее выглядит чем то где у нас на было целой кучи ящеров везде и так далее насколько здесь все более умиротворено что ли но очень 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 много развилок прямо мы мы здесь были мне кажется что это соединение нашей локации до линии да 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 вот это отсюда этого можно прийти вот так вот вниз по низу как мы проявляем смогли сейчас на вид наверх пойти наверху там то ли налево то ли направо можно еще возможно разные варианты есть я пошел сейчас по итог опять вниз блин я пошел пешком сначала это много шума издает но мне вроде как не услышал все равно у меня гол почти полный поэтому в принципе не фруктики это не требуется даже особо интересно если я и я вы не вижу плохо взять пожалуйста я постоянно держу клавишами зажатой но у меня регулярно встает и не хочет садиться обратно а он далеко а так а стоп он из-за 6 тоже цепляться может отлично я просто был краски в этом не уверен вопрос насколько много шума создается то что я держусь за этим паразитом когда так цепляюсь мне прям четко через него надо пройти вниз ой блин вы отпустите долг долгоного ему надо направо мне надо чтобы он направо свалил у него щи удержит капец не нравится мне это еще не нравится я понимаю почему этих существ все боятся да капец они сильные высоте не утянут на него перетягивают съешь их долгоног ешь ты шьешь почти все но обалдеть вот этого ребята подстава конечно мне здесь учили так я вот здесь потоптался специально чтоб шумно было вот пустили вроде как офигеть кто мастер просто использовали этой хрени я даже узел что у меня вроде как ты первый раз их в руки также беру я не тренировался за кадром ничего не делал с ними и тут у меня в принципе нормально все получается вполне но они такие на самом деле нетрудно ими пользоваться в этом мне кажется что труднее может быть выглядеть чем есть на самом деле просто практически от балды кликаешь у тебя все получается так я пытаюсь понять как мне вот надо сюда да в принципе я могу считаю другим путем пол при тебя так вам допустим явится я так пойду куда меня это именно приводит у я на меня вниз куда-то вообще тут капец тоннели ящи надо хвататься чтоб желтый как налево то счет тут прямо вот нагромождено всякого попробую разберись к объяния чтобы здесь упростить себя проход иди тоже нет нормального про мне дорогу должен показывать я не хочу сознать я хочу от стенки отпрыгнуть есть получилось я не уверен что так рассчитано ну хотя здесь другого там другого варианта и пройти нет особо моему я показал что счету в тоннеле двигалась на нет у камень взяли отлично как раз всегда надо держать что-то в руках я в желудке постоянно держу какой-то либо сокровищ либо типа того и в итоге у меня жду слот желудка все время забит чем-то но при этом я это практически никогда не использую сушить как бы как вот здесь проходить то это вообще все без вот этих если бы я червя особо не взял паразита я ведь думал его отпустить думал такой-то типа но вряд ли он дальше пригодится я сейчас не знаю как я бы здесь иначе прошел вообще без понятия просто я так подозреваешь типу они должны везде встречаться там где они могут себе понадобиться если их не значит они себе и не рассчитана то что должны к собой таскать может так и есть но я не вижу как есть иначе должен залезать может мне вообще сюда не надо можете в какую-то жопу мира иду как побывают меня и усложняю сам себе дорогу или выбираю саму самый дикий маршрут раз уж у меня есть такая возможность и раз уж я сюда уже пошел сейчас так вот еще одна копия не она не встречаются иногда другая проблема что у меня таймер уже потихонечку тикает 2 без таких жестких маневров удобно что они тебя держат намертво просто нажал и все ну куда-то я пришел фруктики кушает это наша здоровьичка наша карма так все поползли теперь в эту сторону можно немного ими ускоряться еще до только не цепляй хорошо не зацепил за меня далеко я пролез не бою я вышел чистить такого же места только другое это это другое место именно что я еще не был просто выглядит похоже очень они смотрите как здесь вообще все по-другому куда-то вниз что ли ползти синий ящер какой-то смотрите флоресцентно или что такое не знаю как его иначе назвать светящийся короче о боже как он ляпнулся внезапно я куда-то хрен знает куда пришел пожалуйста беги может копьё себе себе стоил взять я в какое-то относительно ну не то что мрачное место пришел на такое немного темноватая я нашел стену мне нужно это самое мне уже не сна мне нужно как здесь светло что-то у меня есть такое ощущение что возможно я пришел сюда либо рано либо куда-то не туда вообще пришел а может быть я пришел как раз туда куда надо просто если я пришел туда куда надо и так такими людьми путями то это конечно охренеть мне нужно убежище срочно я так далеко сохранен у меня уже времени вообще не остается пожалуйста дайте убежище тут самое страшное есть убежище а времени вы посмотрите буквально сейчас вот подождь начнется господи счастье то какое и тут прямо светло и убежище такое хороших хороших локаций раздобыл очень далеко я прошелся куда-то чертовски далеко вы посмотрите сколько я прошел там маршрута просто сейчас еще разок карта открою вот это я все прошел вот это все это все и вот здесь я ночевал охренеть я добрался ты пожалуйста мы с тобой нормально дружили выпусти есть я его взял не то что это было так спланировано но получилось неплохо как 10 я реально думал сейчас что я куда-то не то пришел но в принципе пришел светлую локацию и это нормально так тут какая-то карма нужно опять же у меня хватает у меня хватает кармы я давненько не видел иди вот что я скажу очень давно на самом деле у меня было подозрение что я пришел вообще в принципе ключевую локацию какую-то из ключевых потому что тут такое какие-то технологии то есть на какой-то электричество здесь было словно меня даже была мысль что дождь вообще не катаклизм изначально а что он откуда-то отсюда происходит чпоньк как бы мне покушать эти есть покушал еще покушал еще покушал акции говоря может быть я могу вот этим цепляться тоже так есть тушите можно и от ящеров вот так прятаться тоже иногда еще могу попробовать туда наверх залезть не веришь мест на руки хватит правда а ладно я не уверен что сюда можно принципе залезть это реально очень такая я не знаю что что насчет этих червей надо ли мне ими пользоваться активно вот просто вроде с одной стороны я понимаю что но если с точки зрения погружения смотреть то типа юзай спокойно и какие проблемы да так и думал нам же выживать надо пара правильная вида с другой стороны слишком уж эта механика выглядит пошла вон отсюда еще думал на слезни кистью напасть а слезники себя обороняет лучше тебя думал нашла тут кота какого-то козла отпущения смысл а как мне наверх теперь сама мире прогнала чем не теперь делать я что дата не допрыгну наверх принцип рычага не мнение раскачка какой-то мне сейчас не поможет мне кажется еще найдет ну давай давай видишь меня ведь да давай цепляйся не выходит у меня так залезть насколько стоит эту штуку таскать с собой или все-таки оставить и пользоваться только тогда когда она реально нужно там где она встречается что я могу с собой таскать долгое время или все-таки она не под не позволяет мне там где она позволяет куда добраться так и должно быть типа это норм все я не знаю просто как мне эту штуку рассматривать то что выглядит она очень сильно как бы просто я не сломал скажем так хотя можно здесь сломать платформе потому что здесь он такой более-менее свободный он не строгий он на этом чем-то мне веб-бот напомнил игрушку он тоже есть его механик и ты сам принимаешь решение как этим распоряжаться всем а окей здесь на надо было так раз когда прыгнуть так а тут тоже да менять поверх на поверху или по низу идти на арпонии лучше двигаться потому что все-таки сверху могут быть птицы здесь они до меня не достанут никак меня до сих пор остается цель с птицами этим как-то разобраться вот здесь у долетел тут прям открыто место об стоп 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 ступите здесь то господи нормально я за себя сейчас постоял да вообще зашибись я просто отогнал я ящик раскинул вниз а птица летит окей сныкались куда-то не давать давайте 100 лишь нам сюда явно и надо с птицами просто есть такой вот если с ящиками более понятных поведения все-таки птицами бывает такое что около их пасти тусуешь целую кучу времени она все равно тебе ничего не делает а бывает такое что на тебе берет и хряпает очень быстро я вот это пока не до конца это прочувствовал что я не понимаю здесь как иначе все разрез правда есть этим то не особо догоняю стоп он отпустился у меня я в какой-то момент судя по всему отжал клавиши вверх и стережи маешь клавиши вверх перестаешь цепляться за всякие вот такие горизонтальные эти опоры я мог здесь пойти в другую сторону вот давайте посмотрим что у нас в этой стороне может здесь какая-то отдельная комната тупиковой то что я не знаю я не против поисследовать что-то еще куда то есть вторичные кит маршруты есть особенно не имеют смысла какой-то я изначально просто не знаю в какой стороне пойти чтобы исследовать их а не пойти по основному как это локация в которой я вот сегодня был я не знаю может быть я очень быстро проскочил вы такие сейчас охреневаетесь это а может быть и нет так вот я залез да я залез так погоди может быть я приду с другой стороны но я не помню что там что там у нас кит развилки были просто так вот так и сюда залазим лично вопрос куда мы вот с этой штуки мы проползаем только лишь налево слева нас делать нечего смогу ли я здесь сверху справа вылезти либо по вот этому шесту а это 6 общили но не отображаясь на карту они оба не отражаются на карте нет нормально это не животное не существо что сомневался здесь они будут все таки не знаю почему мне кажется вряд ли они обычно таких более темных что ли местах находится немного более темных вот зелененькая штучка видите сейчас здесь справа мне кажется зеленый ящер может нет не может не ящера кстати говоря просто меня такое когда было желтым там оказался реально желтый ящер здесь все таки как-то много этих мест стоп сверху какая-то тварь это счет такое живое видишь там шевелится очень как на меня леп боже ох там синий этот самый был только что как я хорошо разглянулся с ним случайно капец я сейчас обосрався там кстати пары леточек мышек они что-то вообще не делают там одна одна на другой была что погоди вот себя я как раз хочу забрать я хочу леточек так господи поднимем так кушай 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 так кушай а ой елы-палы я я сюрикен взял в руку пытался его скормить чё не троицы какой-то летают и не понимаю так это я снова опять зал кульками просто сейчас найду убежище где-то опять же то я я всегда хочу чтобы меня было чтобы я была тоже он и чтобы я мог поесть хотя бы тут из-за того что барахла очень много рядышком всякого я постоянно таскаю в руки хватаю его так меня почти фуловенький в принципе можно и так подвигаться потихоньку как я прямо круто сейчас вот это это было похоже что-то на большого таракана я не уверен просто таракан вроде как электризует очень сильно получается до большой но это все таки был не таракан таракана не 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 таракана не желтые желтыми такими чешуйками были у нас этот был чисто какой-то не знаю не сорока ножка но какая-то не знаю там не жвалы были такие прям большего что не надо я так подозреваю красивое место тоже видите какие-то такие не знаю фон очень любопытный вульс какие-то развалины старого местного механизма то есть как что-то важное я не могу это сформулируйте не могут и передать ползаю наверх тоже вариант вариантов как-то пойти было по-разному и ги я не вижу при этом чтобы понять куда вообще еду правильно или нет а желтый ящер здесь им тоже водится в принципе не против что мне с ней более-менее понравилось то есть их вроде как много а в то же время они не такие страшные как белый одиночник который прячется и потом языком хватает из хрен знает откуда вот отлично зарез тут копии очень много конечно кайф когда у тебя у капец их тут вообще давай иди ко мне я я же здесь всех у кошек он не может большему сил не хватает теперь да он не может залезть окей там еще один идет сейчас заступаться как начнется своего куда я приполз на хрена я сюда приполз ах ты падла нет смотри там оранжевый один был по моему или нет и несколько кажется что они желтые а вот какой то есть оранжевый да 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 смотри там типа желтого оранжевый еще есть блин я прямо на их логово приполз его хрени охренеть просто я думаю я сейчас как зарашу всех нет они меня куснули все-таки быстрее но прям было круто и как-то тушь-тушь все-таки штуковину я вынес случай я я я ожидал что она сейчас можно не ряду слушайте смотрите а как так получается то есть я могу здесь ползти по этой же локации по стене да а здесь у меня что-то другое или что не до конца догоняю вроде антураж такой же но в одно место я иду продолжают идти по локации в другое место иду я выхожу в другую то есть прохожу через врата покажи мне карту столбовой лес это называется а я не вижу карту пусть стой а ну ладно я сверх найду там шивы в принципе окси он показывает что не шипы как его копьем можно разбить эту штуку до брена можете как я не найду не нашел копья ну ладно я сейчас туда возвращаться не буду уже не знаю хотя ладно я думаю я по дороге найду еще че пожрать если что тихо аккуратненько здесь надо лично если гнездо вот этих вот эти ключи мышей но их тут не видно как-то разбежали все тура стрелять который счет куда так но кей давайте пойдем допустим раз по этой стороне как раз таки я не помню где я там уже прошла скопытился как раз стой ну капец и чё делать вот куда я отсюда нахрен свалю коряво отпрыгнул называется разок допустим я я стараюсь не умереть конечно но я прям не знаю как меня отсюда вылезти теперь просто эта штука они они очень сильны для перемещения по горизонтали как раз таки но они не позволяют себе как-то нормально вверх подниматься не помню здесь пуститься нельзя мне кажется что это конец экрана все таки куда меня сейчас это приведет я не знаю стоп яма я могу здесь вылезти вот так нет но я старался серьезно я старался выжить я хотел завершать просто спрыгнуть вниз чтобы было быстрее я пытался выжить но не получилось уже там когда очень много так распрыгаешь потом берется у тебя как-то пальцы отжимает что ли этот прыжок уже постепенно по-моему врата кармы причем справа налево они проще чем слева направо показывают может быть я возвращаюсь куда-то на обратно наоборот я мог типа с этой стороны прийти туда вот слева направо прийти то есть да и наоборот есть ключевой локации сейчас выбираюсь мне придется возвращаться я не знаю но я не вижу куда мне иди вот иди а ну кстати смотрите он в принципе не показывает что я иду куда-то никуда правильно пусть типа его все устраиваются чики-пуки он мне показывать типа вот-вот да вот типа здесь покушай хорошо без проблем да я я кушаю я сам говорил что можно вот так эти они сюда а все я поеду я поеду же иди чё куда по куда идти я правильно иду да молчание знак согласия прям это так но прям сегодня насыщенно так мы далеко пробежались прошлый раз я одно какое-то конкретное место долго не мог пройти тут сейчас я наоборот очень длинные такие были пролеты где чудом каким-то просто хрен знает куда у ползал пожалуйста залезть я просто боюсь клавишу пережать ну вот это уже было тупо здесь мне уже неприятно буду что вот ты боишься чуть-чуть так пережать то что он из-за того что слишком такой плавучий персонаж текучий такой сделано это да он у себя может на такой вот кубик залезть и слететь с него сразу же моментально просто получался за то что сделать с кубика этот прыжок сделали бы этот кубик немного пошире вправо ничего бы не изменилось на какую-то ситуацию не произошло у смотрите блин а как вот смотрите меня сальтуха получается это идешь в одну сторону потом резко нажимаешь обратно и нажимаешь прыжок вот она как работает оказывается пытался понять сейчас был слышали а вроде как о какой-то технике для более быстрого перемещения типа рывок какой-то да но рвок мне получалось дефицит и сальтуха на чем сделать не знаю как сальтуху грамотно юзать там например откуда где-то от хищника спасаться а ну такое мне вряд ли просто получаться а вот копьё в пол втыкает например вполне возможно где-то может пригодиться например такое так вот это на зловещее место до достал в этот раз хорошо так позон дальше наверх здесь некуда там ничего не будет поле об белый откуда же ты здесь взялся нихрена я по нему попал и он сразу от меня ушел я вообще его не увидел я думал что у меня птица сейчас появится и мне на это звук намекает ну блин гребаные управление просто перс если ты на за наш вниз ты вроде как вот пытаешься вниз в этом тоннеле отправиться не что пройти тебе надо если ты продолжаешь нажимать вниз когда ты из него вышел ты берешь и падаешь что перс отпускается очень жестко капец ох сейчас будет весело по моему ох сейчас будет весело нет блина хапнула меня быстро в этот раз я думал я счастлива воткну его пойду за вторым копьем неудачно я еще думал насчет огостись говоря что получается теоретически за счет птиц этих можно перемещаться с этими шелкопрядом если шелкопрядом как это за за забиться за птицу я так понимаю что они за существ могут их хвататься но я думал ещё того еще что можно ли как-то шелкопря до этого заставить зацепиться за существо и за поверхность то есть я за существо могу сам вступиться вот тогда а вот как поцепить его другой стороной еще я не знаю просто это получается как так тогда долгоного даже она держала я мог бы так кого-то задерживать чисто другое дело что тогда я шутка пряда получается теряю оставляя его вместе с хищником да блин ну не знаю но просто любопытно можно ли такое вообще теоретически охренеть ну и чё делать обалденно просто я еще копье сразу выкинул случайно другую сторону идем да да и я вижу что там хищник сзади я вижу что это долбанная ворона так вот пожалуйста только не в этот раз так на я по крайней мере смог отойти стопа здесь не пройти я забираю копье ух оторвались было жестко но справился вроде как для музыка такая интересненькая тоже темка так только не ляпнуть пожалуйста много таких мест прям вот где на грани ты практически падаешь я вижу белого слева вон он да 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 и я вижу я все вижу нет не поймал все таки меня но тут еще хищник нет держи тебе скотина 2 обалдеть ребята ты так шон вот это я конечно выдаю сегодня действие некоторые я понимаю что для не падать пожалуйста тема ли для скиловых игроков и так далее кто уже такой матерый не котик это все привычное наверное но для меня это прям вот выглядело сейчас страшно конечно так а я здесь и упал вроде как не понимаю как дальше пройти да 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 я не уверен я получится сверху вообще пропрыгать про зачем сделал этот тоннель внизу тогда меня вот это так это не прозрачно окей а достаю все-таки хорошо думал не достану может быть а здесь как здесь понизу наверное так я дальше залечу блин только пожалуйста не свалить вниз пожалуйста хорош куда дальше как наверх то есть прям такие места где едва ли случай случайно просто можешь каждого свалиться я дошел я прошел через эту локацию следующие убежище я наверное ребят на этом буду я чуть-чуть сейчас гляну хотя нет наверное ребят на этом мы будем с вами завершать я думаю надо посмотреть знаете что сейчас разве что хватает ли мне кармы для того чтобы сюда попасть за что все зайти просто чтобы на более-менее по крайней мере понимать до хватает по-моему до до хватает кармы так но этот ряд мы выходим не должны засчитать поражение поскольку мы уходим до 30 секунд еще не прошло я думаю что сюда мы отправимся либо в следующий раз либо я не знаю на самом деле туда куда надо или нет надеюсь что туда просто мне иди толком никуда не показывал может если ты быстро движешься он себе особо не успехать ничего показать тут как-то я не знаю может быть не замечал его где-то конечно далеко продвинулись было много страшных моментов реально прям в конце конечно как и я из хищника из из пасти его смог выкарабкаться я каждый раз пытаюсь на самом деле когда мы есть оружие меня с оружием хватает я пытаюсь всегда кинуть копье но редко так получается сейчас я думал что не получится я думал что сейчас праздник пишут я умер все все-таки нет прям круто провансовал не за мне много эмоций много что напрягает конечно вот меня в этой игре но блин эмоции которые она дарит и прям я не знаю каждый раз жду еще и еще это серии серийку по игрушке по этой наверное у вас там также да кто смотрит ее активно все ребят на этом на сегодня я прямо доволен этим и видео дарин дрелся у меня по клеткам судя по всему долго я записывал это не так уж долго я записывал час 07 минут у меня вышла запись тоже кинчком должна получиться в общем ребят как то так всем спасибо за просмотр надеюсь что вам понравилось подписывайтесь на канал если так стрелять комментарии своими видео будет очень приятно спать на сердце скорости общаться само собой но я желаю ребят всем хорошего настроения такого же дня всем удачи на встречу всех вкус и всем пока пока субтитры сделал DimaTorzok